привет друзья рада вас приветствовать на новом уроке сегодня мы с вами будем рисовать морской пейзаж а именно красивый закат я буду использовать для этого вот такую бумагу это у меня бумажка из клейки виндзор и ньютон мы ее с вами разбирали на распаковках можно посмотреть по ссылочке я здесь закреплю это были распаковки сайта jackson's art и вот до сих пор пользуюсь этим альбомчиком здесь разные оттенки есть посветлее есть более вот такие насыщенные различные желтые кремовые и вот сегодня я решила попробовать вот такой оттенок такой насыщенный терракотовый и охристый вместе и также есть здесь красивая шоколадная в наборе минусу склейки мы тоже об этом говорили видите она сразу вот так развалилась от своей картонки оторвалась но будем считать что это единственный и минус цвета все указаны здесь на обложке какие цвета вообще можно выбрать для пейзажа которые мы будем сегодня рисовать нам с вами подойдут как различные теплые оттенки это могут быть желтые по цвет солнышка разные оранжевые такие как у меня охара такой цвет земли терракотовый на самом деле чем ярче тем это будет лучше потому что самое главное показать солнышко которое будет красиво светиться посередине темную бумагу тоже можно брать но учитывайте что для этого вам понадобятся достаточно яркие мелкие мягкие extra soft мелочке чтобы перекрыть темный оттенок бумаги если мелкие у вас более твердые то используйте цвета посветлее это будет такой более безопасный вариант я подготовила сразу все мелкие которыми буду работать рядом я добавила вот такой набор одели ровни я думаю отсюда мы попробуем с вами разные оттенки которые как раз подойдут различные серые фиолетовые вот такой синий ну я думаю цветов сейчас даже больше чем достаточно но на всякий случай я подумал что это будет нам удобнее и нагляднее да и вы тоже сразу сможете подготовить набор которым будете работать вы начнем с того что наметим нашу композицию сегодня работа будет в основном идти с мелками и предлагаю мелочками же и наметить я возьму относительно нейтральный для всей композиции цвет это может быть вот такой вот фиолетовый на моей бумаге он будет заметен и будет соответствовать точно каким-то на множество оттенков нашем пейзаже давайте смотреть по композиции линия горизонта находится посередине да можно сказать мы можем ее с вами немножечко переместить можно чуть выше можно чуть ниже всегда смотрится лучше если у нас нет четкого деления пополам да какая-то сторона преобладает это будет смотреться интереснее ну что давайте будем начинать работу бумагу я закрепила с четырех сторон с помощью бумажного скотча можно также закреплять и с обратной стороны в общем как вам угодно в любом случае когда мы завершим работу мы уберем скотч и растушуем уголочки тоже чтобы все смотрелось более естественно и так я предлагаю линию горизонта сделать немножечко выше чуть-чуть относительно середины для нашего глаза это будет восприниматься все-таки лучше чем это будет ровно линия пополам так вот намечаю и еще что хотела сказать так как бумага вот в моем случае да это обыкновенная пастельная бумага не абразивная поэтому рассчитывайте то что мелки понадобятся довольно мягкие чтобы у нас было ярко было сочно и поместилось достаточное количество слоев да поэтому чем они будут мягче насыщеннее тем ярче и эффектнее все будет смотреться так линию горизонта я наметила дальше из того что важно да что хочется сделать во первых найти где находится вот этот камешек такая скала это кстати пляж закат на пляже калифорнии я оставлю ссылочку на фотографа кто фотографировал итак наша скала камешек находится она с левой стороны да понятно и расстояние причем от краешка листа до самого камня она будет примерно равно нашему же камню его можно в принципе чуть-чуть увеличить я вот думаю делать побольше ли не делать давайте изначально я намечу примерно как все выглядят на самой фотографии пока что это может быть такой смешной треугольник до форму мы уточним с вами когда будем работать уже с цветом здесь идет рядом еще один небольшой кусочек скалы и тут справа должна поместиться у нас волна намечаем все довольно легко и не наносим темный мелок на светлые участки потому что там у нас будут яркие мелки и чтобы никакой грязи в итоге не получилось так сейчас чуть освещение поправлю очень отсвечивает мне кажется вот так лучше да так более естественный свет пока еще частично частично мы успеваем захватить световой день каким бы он темным не был тогда мы наметили участок нашей скалы да ее можно даже сразу чуть-чуть вот так затушевать просто чтобы ее найти по расположению а стоит еще обозначить небольшие вот здесь тоже участки какие-то камешки видны и направление волны как она соприкасается с берегом это будет такая диагональ она занимает не так много места на самом деле да вы можете конечно чуть-чуть ее увеличить чтобы было что нам прорисовывать но не больше да то есть расстояние от волны до краешка листа пускай будет больше чем от волны до линии горизонта вот так вот пойдет волна и теперь давайте обозначим самые верхние линии где заканчиваются облачка на светлые участки на светлой зоны я не буду заходить чтобы опять же туда не попадал у нас темный мелок да как-то вот так вот сделаем с вами небо на самом деле сильного какого-то построения безумного композиционного здесь не будет все довольно просто в основном работа будет с цветом да мы с вами передадим такие красивые холодно теплые отношения цвета противоположные которые будут нас в работе то есть это холодный синий фиолетовый и им противоположные да если мы берем по цветовому кругу различные красные оранжевые желтые и вот как раз вместе они будут давать тот самый красивый эффект заката у нас есть не только фиолетовые им противоположные до оранжевые красные желты у нас есть и такой лазурный оттенок такой темный бирюзовый можно сказать на переднем плане будем его с вами подбирать ну думаю в любом случае для каждого из оттенков нам с вами точно будет помогать бумага да то есть бумага где-то будет поддерживать теплые оттенки и делать немножко сложнее холодной что тоже хорошо давайте начнем с вами уже работать светом будем начинать с неба это будет удобнее всего когда сложится небо будет проще к нему подобрать и нижнюю часть плюс мы не будем сильно пачкаться да потому что пастель она сыпуча она довольно марка и если мы пойдем сверху вниз то меньше шансов что все руки у нас будут пастели да это конечно не принципиально но все равно с неба очень удобно начинать работу давайте посмотрим что за темные участки у нас здесь присутствует на самом верху это могут быть различные темно-синие например да вот такой синий плоской стороной я буду наносить и дальше мы будем смотреть соответствует насколько он цвету или нет а дальше мы его сможем немножечко уплотнить сделать темнее вот так вот шуршащими движениями плоской стороной мелка я его наношу это сонелье мелки здесь именно вот в этом синим достаточно много пигмента и он в нем такой прям сухой отличаются все мелки да мы с вами об этом говорили в одном наборе могут быть у вас разные по мягкости мелочки но что классно они все довольно пигментированы то есть сразу очень много цвета так нанесли я сразу растушевываю а дальше мы будем с вами по цвету всю эту историю немножечко приводить к нужному состоянию прям очень-очень много я не наносила чтобы у нас не скапливалось такое большое количество пигмента сверху чтобы я его распространила такой заполнила все ячеечки прям вот так вот распределяю у меня постоянно почему-то сегодня съезжает камера и сейчас его так поправлю чтобы мы краешек видели вот постоянно куда-то знаете в эту сторону сползает а так да то есть сейчас он такой синий даже где-то синий зеленый получился потому что моя горчичная бумага кстати есть название этого цвета не напишется на 6 земляных оттенков но этот так и есть нет просто как вот его называть как темно-горчичный да вот такое наверное такое название у него логичное самое будет я из-за него кстати наверное и взяла этот набор мне он понравился такой прям супер теплый и не очень светлый подойдет для разных сюжетов теперь будем затемнять верхнюю часть вы можете туда во-первых добавлять разные более темно-синие какие-то фиолетовые там есть немножечко до такого фиолетового оттенка и еще да все наши синие цвета они все-таки должны быть менее яркими менее такими насыщенными чем теплые потому что теплые тут будут играть главную роль нашей работе и можно немножко даже добавить наверх черного вот так вот чуть-чуть наношу это черный мелочек у меня шминки он прям один из самых темных черных считается он на прям плотненький много тоже пигмента видите сразу наш синий становится темнее главное не перестараться чтобы небо тоже прям черном не получилось но затемнение быть должно да если мы не сделаем темное небо а то не будет таким ярким наш закат вот так растушевывать можно в любом направлении в каком вам удобно просто чтобы заполнение получалось ровным там можно круговыми движениями слева направо справа налево тут может быть любой вариант теперь нам нужно добавить немножечко осветления вот сюда да здесь чтобы был переходик к яркому небу такому перистому добавляю немножко синий сиреневого он с белым пигментом поэтому он нам даст такой довольно мягенький переходик и уже ячейки которые сейчас просвечивают до синего мелка наши горчичные они станут помягче и сама небо тоже станет более мягким по цвету так на камере выглядит на самом деле как-то ярче чем в живую но может быть потом по-другому будет когда на экране буду смотреть может быть она будет выглядеть иначе так ну что эту часть мы с вами сделали давайте сейчас мы перейдем к яркой стороне и здесь будем вести работу уже от линии горизонта наверх поэтому если сильно испачкались вы немножечко убирайте пигмент с ваших пальчиков я всегда забываю держать рядом влажные салфетки но в любом случае хотя бы немножечко убираем цвет чтобы он темно-синий не попал на желтый и займемся как раз нашим самым ярким желтым участочком и будет такой секрет открою вам тайну но не тайна на самом деле лайфхак можно сказать да как сделать чтобы солнышко либо вот такое свечение от солнца на небе было действительно таким прям безумно ярким во первых это конечно более темное окружение и что еще важно внутри кусочка яркого должен быть белый цвет сейчас наглядно покажу берем с вами сначала желтый выберите прям самый-самый яркий желтый из всех что у вас есть и давайте по композиции смотрим расположение вот этого пятнышка желтого светящегося она ближе чуть-чуть к правой стороне на самом деле если чуть-чуть ошибетесь формы не страшно делаем это пятнышко нажимаем пока не очень сильно на мелок то есть сейчас мы просто его находим где она вот она будет примерно здесь вот так до сделали на самом деле чуть-чуть она даже там поменьше но чтобы она очень маленьким не получала чтобы было заметным я чуть-чуть побольше его сделала теперь нам понадобится белый белый может быть любой кстати белый я и не положила сюда забыла довольно лучше яркий мягкий чтобы он был и мы в середину с вами очень очень сильно очень очень много про можно где-то с нажимом добавляем белый серединку этого желтого притом нашем случае там действительно этот белый есть что мы видим теплое свечение до появилась то есть белый он не делает разбеленным нам этот цветом просто его осветляет и и вот теперь тоже с нажимом с довольно сильно мы еще разочек добавляем желтый оставляя этот белый цвет серединке вот таким образом вы сможете сделать любое свечение любое солнце будет выглядеть ярче так чуть-чуть лишний слой убираю такая летающая тарелка до получилось чуть-чуть можно заходить на белый чтобы его смягчить но все равно чтобы он там где-то светился если сильно закрасили вы можете снова его немножечко вот так вот вернуть попробую вот этот мелок даст ли мне другой желтый цвет да нет принципе он такой же тут можно попробовать еще знаете что если есть у вас желтый такой в сторону лимонного он тоже будет очень неплохо на контрасте с оранжевым он даст еще большую яркость то есть будет еще вот так насыщеннее смотреться и теперь в стороны от моего желтого свечения я наношу те же желтые облачка тут подойдет мелок с таким квадратным срезом потому что будет удобно изображать вот такие длинные облачка так и уходим влево тут можно с меньшим нажимом потому что там желтый у нас уже не такой яркий и тут вы можете уже растушевывать серединку пока что не трогайте то есть не нужно ее тушевать если мы будем растушевывать то мы часть пигмента сотрем и уберем вот эту яркость да видите наглядно да сейчас я растушевала с левой стороны серединку нет и видите насколько серединка кажется к нам ближе ярче насыщеннее если вдруг растушевали добавьте еще один слой поверх и таким образом можно создавать объем то есть первый слой вас перемешивается светом бумаги а следующие слои вы добавляете поверх и чуть-чуть приближаете к нам облачка делаете их более объемными ну что желтым пока достаточно кстати я знаете могла бы еще добавить цвет не взяла вот тут прям такая охра охра но я думаю мы можем и с такого плана мелком сделать чуть-чуть ухожу в сторону рыжего вам понадобится мелок более оранжевый если прям вот такого нет переходного цвета можете взять и оранжевый а его смешивать вместе желтеньким с правой стороны мне нужно будет показать примерно как идут такие прям как волны на небе да как закручиваются как такая воронка с одной и с другой стороны и еще моментик нужно будет найти нам с вами ярко-ярко оранжевый я думаю из моих вот этот подойдет для нижней части посмотрите какой здесь прям не он такой супер насыщенный нам нужно будет обязательно его с вами сделать такой красно-оранжевый и так немножечко вот такого желтого рыжего мы нанесли пока где-то даже бумажка светится это нормально давайте на оранжевый перейдем нижнюю сторону можно кстати чуть-чуть убрать оттенок на горе если его много да давайте попробуем как он будет смотреться я думаю что тут мне нужно будет добавлять в него еще какой-то более светящийся насыщенный например такое либо даже вот этот розовый подключать у меня есть еще вот такого плана думаю он кстати подойдет здесь больше такого неона именно потому что светлые цвета они априори всегда выглядят более яркими да поэтому если хотите сделать свет ярче в него добавляйте что-то светлое немножко но вот так плотненько чтобы все ячейки бумаги заполнить я добавляю оранжевый снизу нашего свечения от солнышка тоже проходимся вот так там у нас сейчас приближу посмотрю да прям такая ровно идет граница вот так можно несколько полосочку ввести прям на солнышко форму его заодно скорректировать да как то вот так и от того что рядом есть на работе синенький прям сразу ярко-ярко все начинает смотреться вот так закрасили всю нижнюю часть прям довольно плотно да то есть много-много пастели у нас наверху остается такой толстенький слой чтобы не светился цвет охры цвет бумаги и не смешивался прям очень сильно дальше я попробую добавить несколько полосочек вот такого розово-неонового посмотрю даст ли он мне больше свечения ну не сильно кстати можно еще попробовать туда такими полосочками как раз подчеркивая облачка немножко желтого какого-нибудь про мягкого мягкого яркого потому что мы слой нанесли здесь уже довольно большой да и и твердые мелки сюда будут с трудом попадать так лишнее убрали но в принципе да нормально нормально смотрится я бы еще наверное сделала чуть больше контраста рядом с желтым поэтому какой-то красно-оранжевый если у вас есть можно его сюда чуть-чуть подключить видите солнышко сразу чуть чуть более ярким и четким становится под солнышком да я имею ввиду вот этого свечения наши так сделали холодные тоже оттенки есть вы наверное заметили в облачках с левой стороны с правой как будто они какие-то серые либо серо-сиреневые да то есть тень такая довольно холодная как раз подчеркивает объем этих облачков но мы пока идем с вами по ярким оттенкам это будет проще а затемнение мы добавим после чтобы никакой грязи не получилось сначала делаем более яркие оттенки а потом на них добавляем тень давайте идем на верхнюю часть здесь я тоже довольно много смело перекрываю оранжевым не перемешивайте сейчас с него синим потому что будет зеленый цвет то есть будет такая небольшая грязь образовываться просто доходим до этой линии больше заполняем серединку по краям мы просто вот так разводим стороны чтобы где-то бумага оставалась прозрачную чтобы светилась за так то есть полегче с правой и с левой стороны так и теперь нам нужен красный либо какой-то красно-розовый во первых чтобы пройтись чуть-чуть по границе вот так там может такой легкий сиреневый оттеночек появится вместе с синим и такими пятнышками до сих пор мы легко касаемся бумаги делаем облачка с правой стороны сначала и потом с левой это еще не наша тень это просто такой переходный момент чтобы потом не попал какой-то синий либо серый на оранжевый и чтобы не было зеленого в небе да потому что синий с оранжевым синий желтым он будет нам конечно какие-то зеленые моменты давать вот мы будем этого избегать пока что так и это мы сделали это сделали принципе тут растушевывать особо не надо можете только вот чуть-чуть все вот такой постучать где-то чтобы пастель лучше держалась на бумажке да то есть пока что этого будет достаточно чуть-чуть солнышко у меня за окном выглянуло стало поярче мне кажется освещение какое-то но это даже хорошо наверно так это этот момент мы с вами сделали про светлый если еще говорим видите светло-розовые облачка присутствует на синим для этого я вот такой вот розовый подготовила посмотрите тот цвет который будет довольно ярким который будет заметен на синим и мы вот такими вот пятнышками его же ставляем это верхняя граница между облачками и небом эти облачка это тоже небо но вы поняли на так вот как то так можно даже их чуть-чуть где-то увести вот так вот смягчить так вот таким образом кстати где там он может быть и даже более ярким этот цвет вот можно добавить какой-то такой немножко коралловый на розовый и сейчас мы будем идти с вами на такое уплотнение но до этого предлагаю нам взять какой-то может быть бордовый может быть розовый розовый сиреневый оттеночек для того чтобы сделать переход потом у нас будет идти более темный фиолетовый цвет то есть чуть-чуть вот так вот пятнышками мы с вами расставляем даже точечками я бы сказала там где у нас будут облачка потемнее так сейчас нужно будет мне что-то сделать с освещением такие получились блики то не было солнца то вот пожалуйста все и сразу доделываем ставим такие точки как намек на наши перьевые облачка да правильно перьевые же наверное они опять же это для того чтобы фиолетовый не попал на оранжевый и было не очень грязно да потому что некрасивые всякие смешения нам не нужны примерно вот там где темные идут я там расставила вот такой вот розовый так и пока что тоже старайтесь не перемешивать до оставить именно вот в таком виде кстати я вот сюда еще добавила такой красно-бордовый кирпичный он где-то понадобится для затемнений тоже хотя розовый на самом деле смешивая с оранжевым в принципе его нам и дает но где-то моим тоже с вами воспользуемся так я хотела перейти к фиолетовому можем взять фиолетовый вот посмотрите какой-нибудь прям довольно темненький я покажу несколько вариантов один у меня вот такой вот классические яркие думаю он есть у многих он и многих наборах бывает именно вот такой цвет похоже да но он будет все равно немножечко ярче чем нам нужно да поэтому можно так сделать если слишком ярко он смотрится то есть если прям вот супер фиолетовый получается то вы можете его объединить с каким-то посложнее то есть сделать цвет еще поверх вот такой например от дали ровни он более разобеленный и он более такой вот грязненький можно так сказать их можно перемешивать вместе добавлять один цвет на другой да то есть не стремитесь делать очень яркий вот этот фиолетовый более того если у вас есть какой-то цвет больше уходящий даже в синий то тоже будет хорошо либо смешиваем вместе вот этот фиолетовый вместе с синим чтобы получался такой прям вибрирующий цвет более интересной и себе сейчас этот кусочек чуть крупнее сделаю и поработаем с вами с правой стороной во первых нужно нам проследить и сделать более четкой границу от облачков к синему небу под облачками вот этими розовыми там проходит тень ее легко показываем и дальше работаем с нашими пятнышками пятнышки мы добавляем и следим чтобы оставались красивые рыжие участки пятнышек больше соответственно будет с правой стороны до слева и их будет меньше ими в серединке сейчас просто здесь они будут более разряжены а справа будет больше то есть там вы можете чаще вот эти точки ставить и где-то они будут образовывать даже вот такие полосочки на самом деле тут работа несложная просто просто тыкаем мелком и получаем облака все просто дальше мы доведем их по форме будет у нас еще один слой рыженького но пока что нужна вот такая подготовка а также я вижу уплотнение такое синий синий серо-фиолетовое его давайте поставим вот так и уходим в сторону здесь у нас будет уже нижний край там я бы добавила наверное прям даже фиолетовый он желтым будет лучше выглядеть чем синий да то есть видите я специально ухожу от возможных смешений зеленого цвета иногда бывает на небе такой около зеленоватый оттенок но здесь его нету поэтому мы себя так подстраховываем так добавили если очень ярко выходит у меня сейчас чуть-чуть ярковато можно взять какой-то серый например да и чуть-чуть добавить на фиолетовый то есть уплотнить эти участки он кстати кажется каким-то синим потому что окружение вокруг оранжевый и серый цвет он становится холоднее можно пальчиком вот так вот опять постучать это все больше с правой стороны прямо краешка листа чтобы тут был помягче переходик вот так в центре особо много нам ничего не нужно растушевывать и теперь можно чуть-чуть нам вернуть вернуть яркости мы можем снова взять оранжевый и на каких-то участках не на всех да на каких-то уже светлых которые там остались вот так вот выделить яркие облачка где-то они видите будут перемешиваться вместе с синим вместе с фиолетовым давать как раз вот такой вот чуть-чуть затемненный оттенок если видите что они красиво объединяются цвет не слишком зеленым становится то нормально если очень уходит зеленый возьмите какой-то оранжевый в котором больше красного цвета вот этот например кирпичный он лучше перемешивается с различными всякими синими фиолетовыми и так так ну что чуть-чуть еще яркости я возьму вот такой вот потому что он довольно мягкий такой оранжево-коралловый оттеночек и несколько насыщенных светлых штришочков передавая форму облаков я ставлю справа он недостаточно конечно оранжевый но сейчас я вам расскажу как можно его более рыжим сделать нам да главное выбрать какой-то более яркий более мягкий мелок который будет заметен на фоне предыдущего оранжевого рядом с фиолетовыми синими будет заметен видите сейчас он больше в такой вот в розовый но мы что с вами сделаем мы возьмем желтый и желтый будем точечно ставить на участке где мы добавили розовый желтый будет с розовым так вот объединяться перемешиваться и будет как раз оранжевый цвет можно попробовать и наш предыдущий оранжевый поставить тут я это почему делаю потому что я подбираюсь сейчас самые самые мягкие мои мелки которые смогут перекрыть темные оттеночки в принципе если работы с твердым мелком и нажимать на его уголок то это тоже возможно но все равно на вот этот оранжевый нужно немножко такого разбиления чуть-чуть его нужно вытягивать вперед делать посветлее так можно даже где-то в серединку чуть-чуть желтого потому что середина у нас будет более светлой до туда больше солнышко попадает так хорошо хорошо чуть-чуть еще мы добавляем облачков сейчас справа тоже с нажимом прям поверх какие-то из облачков можем сделать почетче добавить вниз фиолетовый чтобы было больше объема так и наверху тоже да здесь продолжаем делать линию более четкой там кстати даже я бы синий добавила там кажется что больше какого-то синенького так да нормально потом если мы захотим каких-то бриков добавить что мы сможем с вами к этому участку вернуться давайте теперь посмотрим что у нас находится слева с левой стороны сразу обозначу темные участки здесь идет синий прям под таким кремово-розовым который мы уже добавили тот же синий можно добавить на границе оранжевого и желтого тут мы не будем сейчас с вами тоже растушевывать потому что есть уже слой пастели который был до этого и должно получиться все вот так вот сама то есть полосочки должны сами мягко образоваться вот так и фактура бумаги будет нам немножечко в этом помогать только вот здесь где зашла вы здесь можно и немного смягчить но вот этот совсем становится зеленым на желтым поэтому ниже я уже возьму фиолетовый и фиолетовый будет как раз давать нам то что нужно даже если вы его вы так растушуете он даст просто вот этот сложный оттеночек такой нейтральный как раз не слишком зеленый не слишком фиолетовый и идет еще светлый участок такой красивый от рыжего как будто светлые облачка соединяются с холодными синими поэтому я добавляю такой разбеленный розовый оранжевый и немножечко его с синим перемешиваем чуть-чуть я бы еще скорректировала вот так по форму потому что очень они у меня такие прямые облака так так теперь теперь давайте мы чуть-чуть яркости снова возвращаем вот так серединку и левую сторону добавляю мой светящийся оранжево-розовый особенно в середину но чуть-чуть тоже с левой стороны потом возьмем наш обычный оранжевый его тоже добавляем так вот с нажимом на середину и можно взять капельку желтого туда для яркости особенно опять же серединка то есть она пускай самое светящиеся нас и остается вот так добавляем облачка который синенький сверху можно чуть-чуть их прям немножко смягчить вот так и давайте снова к фиолетовым перейдем делаем с ним границу более четкой сверху так как у меня там она идет да она вот так прям четким контуром наверх уходит и теперь тоже самое делаем те же затемнение с левой стороны чуть-чуть можно растушевывать пальчиком чтобы было помягче и потом идем уже в серединке так это чтобы тенями не падала сейчас так вот подвинул идем к серединке можно даже несколько раз добавлять мелок на темные участки чтобы получался объемчик облаков то есть вот так еще разочек где добавили темной проходитесь и легко мягко выходим на участок на серединку здесь можно подчеркнуть те места которые уже темные например где видите что темнее всего оранжевый либо где бумага просвечивает вот туда и добавляем этот фиолетовый чуть-чуть его вот так вот смягчаю и можно сделать несколько тоже объединений где летят вот такие длинные облачка давайте еще разочек смотрим на этот кусок я бы добавила еще нам немного кирпичного поверх его можно и немножечко с фиолетовым объединить и немножечко яркого наверх под ярким да то же самое я подразумеваю вот этот оранжево такой неоновый розовый чуть-чуть желтого для яркости и можно оранжевый но прям вот так вот с нажимом да то есть чтобы он прям вот здесь был вот такой вот действительно яркий поэтому прям уголком чтобы много пигмента у вас оставалось так вот много-много тогда действительно он будет смотреться насыщенным и чуть-чуть влево также уходим почти с этой частью мы с вами разобрались это одно из самых сложных моментов в этой работе будем считать то что много в мелкой такой прорисовки это немножечко усложняет так еще чуть-чуть плотнее сделаю серединку у синих облачков вот таким образом можно даже капельку затемнить слева вот так вот наношу широко чтобы все внимание в центр у нас было далее далее с тем же фиолетовым мы уже будем аккуратненько делать с вами давайте начнем наверное с левой стороны тоже здесь мы можем ориентироваться на нашу скалу более того можем ее сейчас с вами плюс минус прорисовать сделать контур ей показать какая она то есть не просто треугольника чтобы она была интереснее по форме да вот так вот примерно ее обозначили понятно она будет у нас не такая фиолетовая но все равно чтобы на фоне неба мы ее различали и дальше относительно нее мы будем делать с вами намек на летящие облачка вот так полоски уходят как перышки так чуть чуть наверх влево наносите цвет и потом аккуратно его пальчиком вот так вот растягиваете и растушевываете не обязательно прям все один в один повторите облачка но вот это направление его передать поэтому острый страной мелко я делаю это удобно можно сделать более тоненькую форму если у вас какой-то толстый мелочек либо неудобно вы можете и принципе это сделать карандашом я уже ниже не буду уходить здесь у меня остается оранжевый пускай он там и будет заметен и чуть-чуть хочу еще синего фиолетового вот сюда наверх так добавить так и это мы с вами сделали чуть-чуть кстати оранжевого у меня не хватает тут снизу прям тоже попробую супер так вот ярко добавить и немножко свечения здесь можно еще конечно каких-то мелочей таких более мелких облачков сделать так давайте левую сторону пока оставляем тут можно ну парочку до маленьких каких-то к центру сильно на солнышко мы не попадаем с вами специально до чтобы желтый цвет у нас таким же ярким и оставался теперь сделаем правую сторону будем делать в принципе все то же самое только здесь будет чуть меньше интенсивности мы вот этот фиолетовый наносим легко растушевываем можете кстати для этого если вам удобнее использовать растушевку или ватную палочку тоже чтобы было более деликатно сначала можно наметить основные направления вот эти вот полосочки как у нас там летят облачка вот так вот да примерно наметили и дальше можно даже с тушевкой пальчиком посмотреть чем-то вот так вот их размешать перемешать светом бумаги светом мелков которые мы до этого наносили создать форму но дальше мы чуть-чуть скорректируем с вами цвет потому что хочется больше такого там рыженького и плюс кстати в сами облачка я бы добавила сюда уже коричневый потому что ближе к солнышку они будут становиться теплее и там уже не фиолетовый а скорее какой-то теплый коричневый оттенок вот так добавили и давайте чуть-чуть еще туда оранжевого возвращаем прям где-то на светлой участке помещаем рыженький где-то у меня кстати вот здесь до осталось бумага и и тоже нужно заполнить будет еще у нас один слой осветления желтым но пока что вы так вот оранжевым проходимся где-то где совсем у меня такой он полосатый получился я могу сделать вот объединение чтобы выглядели покруглее все облачка давайте снова перейдем к такому желтым оранжевому который у нас уже был и с ним перекрываю над солнцем участке бумаги которые не перекрыты и немножко еще доработаем участки там где свечение плюс делаем объем не кусочки справа так сейчас постараюсь плюс-минус разобраться до чтобы похожие там облачка сделать просто рядом с темными добавляем светлые кусочки и вся эта форма будет более объемный да сейчас я бы взяла еще добавила больше яркого желтого на самое самое прям насыщенной участке прям можно где-то с нажимом и подчеркивайте те свет твои кусочки где вы уже нанесли светлой то есть где был желтый оранжевый где был оранжевый чтобы их выделить по контуру нашего солнечного пятна можно пройтись добавить несколько полосочек от него вот так да вот так вот получше светится уже как-то до собирается картинка смотрится более объемно я думаю чуть-чуть еще яркости хочу добавить справа но каким-то посветлее не оранжевым а более светлым но справа пускай какая-то мягкость там и остается да давайте пока наверно пока наверно мы оставим этот кусочек что я хотела еще чуть-чуть вот здесь правда вот так помягче сделать сейчас вот этот кусочек посмотрю тут может быть парочку каких-то таких облачков желтых подсвеченных ярких добавить давайте мы перейдем к левой стороне и к участку моря и поработаем заодно надо нашим камешком линию горизонта для этого мы сделаем немножечко четче давайте возьмем снова какой-то фиолетовый можно более светлый фиолетовый чем для облачков мы использовали будем уточнять линию горизонта основное количество мелка справа и с левой стороны наношу и дальше можно его именно горизонтально чтобы линия получилось у нас ровная ровненькая линия горизонтов так растушевываем сейчас можно еще сделать затемнение с правой и с левой стороны более темным фиолетовым либо даже можете какой-то темные добавить темно-синий либо черный и я поправлю линию горизонта у меня она еще от разворота камера может быть чуть вправо да вот так уезжает сейчас я немножечко подниму очень красиво смотрится когда идут такие затемнения по краям а серединка под солнышком она светлая на прям такой объемчик сразу получается красиво мы хотели поработать над камешком с вами да давайте сначала его покроем черным цветом можно довольно плотненько дальше мы все-таки добавим на него чуть-чуть фактуры потому что она там присутствует все таки да сначала вот такая гора наш треугольник вот так рядом кстати можете показать еще темный камешек тоже там есть и еще из темных участков волна идет налево и небольшой камешек ну точнее может большой просто он дальше с левой стороны здесь дальше у нас снова пойдет волна но пока что над над камнем поработаем может быть кстати чуть-чуть придется вот здесь ниже опустить мне линию волны немножко просто смотрю расстояние которое от камня до краешка волны идет аккуратненько растушевываем черный цвет заполняет ячеечки и становится все более плотным красивый такой черный получился как будто холодный прям вот как мне нужно но все равно его нужно будет еще захолодить остатками вот этого темного пигмента на пальчики вы можете сделать хитрость и сделать затемнение под камешком это будет смотреться нормально все равно у нас там будет темный такой синий фиолетовый цвет на подулю брали лишнее сейчас нам нужно будет контур во-первых то сделать у камня почетче поэтому возьмите какой-нибудь острый мелок с острым краешком либо карандаш как-то я немножко другую форму сделала хорошо теперь можно чуть-чуть поработает с объемчиком прям немножко добавить там более светлые моменты показать что все-таки форма у нас камешка такая объем ненькая чуть-чуть светлого добавили прям не сильно заметно подрастушевали тут смотрю что-то меня смущают эти облака вот так так на вот этот кусочек смотрю еще что-нибудь здесь сейчас доработаю хочу поярче сделать рядом с камнем чтобы его еще выделить прям рядом с ним добавляю яркий мелочек да и он становится более выделенным так этот камешек который у нас слева тоже если где-то там что-то с формы произошло не так вы можете светлым вокруг камня и скорректировать давайте сделаем здесь кусочек моря и будем работать уже с основной с правой стороной по цветам да там на самом деле есть даже какие-то сиреневатые вот такого плана но они все довольно темные до учитывайте этот момент что они все плотненькие поэтому там не такая яркость да а нужно будет обязательно чем-то чем-то пригасить например тем же черным давайте как сделаем мы возьмем вот такой вот лазурный хотела сказать а думала о другом такой как фиалковый цвет вот такой вот синенький возьмем не чаю примерно как идут волны с правой стороны там тоже можно показать больше света вот так потому что тут уже идут свечения такие на и даже давайте мы сделаем до черного совсем светлые участки где такая прям пена пена мы выделим более светленьким он тоже чуть-чуть сиреневатым оттенком вот такой вот рембрандт красивый очень цвет немножечко круглыми движениями я делаю намек на пену пока что без теплых до теплое свечение тоже там есть конечно от неба пока что мы без них это делаем потому что я хочу чтобы мы сначала вот так вот сделали пену дальше мы добавим с вами темные участки тут какие-то камешки тоже присутствуют затемнение вот пошла волна тень снизу от пены черный может даже чуть-чуть с разными вот этими голубыми объединяться участок слева будет плотнее на то и все что у нас как такой эффект кулис небольшой слева справа сверху снизу все будет немножко темнее чтобы внимание было в центре вот так вот чуть-чуть я с черным уплотняю даже можно у линии горизонта капельку там плотнее так все то есть достаточно темный такой делаем чтобы слишком в сиреневый он не был да можно с зеленоватым оттеночком капельку добавить какой-нибудь синий мелок такой как бы чуть-чуть в сторону бирюзового немножко потому что цвета на самом деле интересны да вроде бы и вместе идут и какой-то и фиолетовый и серый и синий лазурный в общем много много оттенков так добавили дальше мы возьмем с вами немножко яркости сейчас посмотрим какой больше подойдет я думаю какой-то вот такого плана оранжевенький можно даже знаете наверное поярче поярче взять потому что очень светлый будет у нас плохо виден на на фоне синего вот так вот чуть-чуть небольшими вкраплениями на светлые участки то есть там где более светло сиреневый туда добавляю вот такой оранжевый цвет можно чуть-чуть подчеркнуть участочек моря чтобы выделить скалу с правой стороны и можно даже больше в желтый опять же где-то справа в любом случае добавляете какие-то желтоватые оттенки то обязательно на слой какого-то более розовенького чтобы не получалось зеленый цвет у нас не получался так чуть-чуть сейчас нижнюю часть камня доделаю и все и в правую сторону идем чуть-чуть мягче границу у него я делаю вот так я смотрю достаточно ли мне объема может быть еще чуть-чуть у так выделить какие-то форме на камушке и давайте смотреть что у нас дальше вот здесь справа происходит так яркое до свечение от нашего солнышка но мы его сделаем с вами после после фиолетового несложно это будет кусочек на самом деле тут даже было сложнее где камень начнем с того что берем фиолетовый фиолетовый можно взять наш вот такой вот классический который мы уже брали и будем показывать направление волны нажимаю не сильно на мелок пока что мы просто находим эту форму и обязательно обозначаем волну то есть темной линии показываем как идет волна здесь она становится уже да не доходя до солнышка потом поднимается и вот она сюда уходит а то есть вот такая полосочка вот должна появиться в нее мы добавляем немножечко сразу синего и синим еще чуть-чуть подчеркиваем направление то есть такая диагональ идет направо наверх так вот уходит серединку я тоже добавляю синий просто делаю это тоненьким слоем так как у нас сюда должен поместиться еще и рыженький ну такой ну дав рыженьких принципе как на небе сделали можно немножко совсем чуть-чуть смягчить не вплотную растушевываем а просто немного вот так вот делаем мягче поверхность так дальше предлагают чуть-чуть затемнить особенно участок волны можно взять черный и добавить его на слой синего с фиолетовым он тоже немножечко уведет в такой сложный капельку грязноватый оттенок но нам и нужен здесь довольно темный цвет волна против света находится да поэтому она такая и будет и есть еще одна волна кстати с левой стороны вот тут у камушка по форме и чуть-чуть могу отредактировать и кстати можно сразу сделать камень который из воды у нас выглядывает прям под солнышко вот такой вот вот сделали черный еще понадобится нам снизу чтобы показать объемчик потом вот этой волны да прям потемнее можно где-то она прям вот такая вот округленькая этот кусок тоже можете немножко смягчить вот так далее далее нам нужно будет внести красивых сиреневых добавляем на те участки которые посветлее чуть-чуть делаем интереснее форму волны то есть чтобы такими рядами она шла все равно больше оставляем светлого больше бумаги в середине потому что тут будет помещаться у нас светлые блики но можно подчеркнуть краешек волны немножечко с правой стороны там будет больше холодного все таки да вот здесь с левой там мы добавим наверх и я думаю теплого чуть-чуть красивый такой цвет да во всяком случае на фоне бумаги он смотрится прям таким ярким мне нравится и голубой и сиреневый как и вот это да тоже красивые они цвета тут уже скорее всего мы не будем с растушевывать понадобится и немножечко фактурки для объема дальше возьмем так я вот думаю давайте уже такой да светлый возьмем тут просто должен получиться немножко еще эффект такой сиреневый но я думаю мы с вами добавим наверх сейчас больше правую сторону я доделаю блики можно наверх поставить наверх волны море самый кстати такой распространенный сюжет до самой популярной мне кажется у пастели поэтому я и подумала что надо да все любят волны и прочее делается так комфортно довольно легко лирические отступления так я подумала чуть-чуть наверное нужно будет нам уплотнить немножко немножечко уплотнить и я бы добавила какого-то сиреневого хочется потеплее покраснее сделать вот так он видите особо красного никакого розового цвета не оставляет просто немножечко меняет наш оттенок принципе то что нужно где-то могут и оставаться у вас вот такие свечения особенно если вы используете более светлую бумагу например если у вас бумага вот какого-то такого оттенка да то она будет у вас уже играть роль бликов у меня просто очень светлая была вот такая мне хотелось потемнее потому что если очень светлая то темные будут то не так хорошо смотреться поэтому я взяла среднего тона ну ладно чтобы очень уходить в мой любимый сиреневый мы пока вот так вот с вами оставляем стать если слишком сиреневый ушли вы можете всегда выйти из этого момента с каким-нибудь вот таким немножечко зеленоватый синий взять на это снизу нас уже такой пойдет снизу и принципе кстати в тенях он тоже уже есть потом он ниже будет вот здесь кстати забегая вперед да прям супер мне так нравится сочетание смотрите такой оранжевый и вот это такой грязно-лазурный цвет красивой так все я думаю затемнениями нормально мы сделали давайте теперь будем делать светлые участки тут у нас все будет несложно но смотрите чисто оранжевый здесь скорее всего не сработает он будет грязноват поэтому нужно взять какой-то разбеленный опять же вот вот такого плана чтобы цвет был более нежный и ставим в основном на светлые участочки до которые у вас остались но и там где больше свечений ставим прям такими полосочками но обязательно чтобы были видны промежуточки темного цвета иначе свечения не будет таким заметным выходим в сторону к нашему камушку ну кстати я бы еще затемнила наверное рядом с вот этим розовым может быть еще затемним потом а участок светящийся вот здесь за волной то можно даже нажимчик чуть чуть побольше сделать потому что он прям здесь прям под солнышком идет сразу до более яркой она становится уводим в этот цвет вправо я бы еще дала больше интенсивности либо вы можете взять цвет какой-то посветлее пример вот так либо их перемешать вместе хотела кстати я вот этот использовать на светлой бумаге он казался это шминки довольно ярким казался конечно каким-то теплым кремовым здесь он прям вообще как белый то есть тут он так не работает к сожалению в общем если у вас есть вот такие очень мягкие шминки мелкие прям то что нужно для этих бликов экстра мягкие мелкие конечно на бликах работают прекрасно точнее скажем так они работают как надо а твердые мелочи они не могут дать вот этот яркий слой бликов поверх особенно ой там как у меня код шуршит там господи здесь не сильно слышно в общем еще раз проходимся по тем участкам которые мы с вами с бликами наметили но тут главное не перестараться до можно с более легким слоем уходить право так как бы чуть-чуть подрастушевывая справа прям немножко ставим с вами бликов чуть-чуть вот так и и чуть-чуть еще затемним немножечко сделаем еще потом поплотнее ну что немного уплотнений наших волн можно сделать с очень темно-синим либо с черным чтобы границам было плотнее поэтому сейчас будем добавлять контраста и уже переходить на нижнюю сторону правда капельку бы желтого я еще добавила бы на наше свечение сейчас посмотрим и можно где-то вот так вот почетче показать сам рисунок волн как он идет в серединке не обязательно прям с черным можно и синий добавить мы его тоже сейчас с вами добавим а то есть вот так вот прям желательно острой стороной мелко подчеркнуть вот так и уже не растушевываем да то есть мы оставляем все вот таким образом для того чтобы оставалась видна фактура тогда будет больше объем чека выделяем наш маленький островочек который там выплыл такие прям светлые участки диагональные свечения на волнах вот так вниз идут но это только сверху снизу все равно цвет у вас должен быть довольно темный все нормально нормально у нас волна чуть-чуть чуть-чуть теплых свечений я обещала вам добавить давайте вот где рыженький там капельку капельку можно желтеньких но видите желтый он просто будет очень зеленый где-то уходить поэтому с ним осторожно чтобы он не давал нам всяких ненужных оттеночков и также не забывайте что светлые светлые участки всегда можно подчеркнуть если рядом добавлять более темные и плотные конечно мелко мелковаты вот эти вот для прорисовки все наши волночки может даже сейчас чуть-чуть светлого наверх для объема чека добавлю вот так вот чтобы было поярче насчет растушевки можно кстати чуть-чуть правую сторону сделать и вот снизу серединку уже не трогаем просто чтобы мягко уходило в правую и в левую сторону все пора идти дальше что-то на волнах я так застряла хочется еще доделывать доделывать но нужно сделать нам нижнюю часть давайте разбираться давайте разбираться что у нас там снизу происходит а единственное наверное знаете что поправлю неровно меня смущает вот мой островочек нам смотрится чуть-чуть горизонталь не захотелось его сделать так и мне кажется что у меня из-за того что чуть-чуть лист повернут вот так вот должна быть линия горизонта ровнее ладно идем с вами на нижнюю часть давайте разбираться что там происходит какой будем делать довольно широко ее мы с вами сделаем мы возьмем вот такой вот синенький мелочек смешаем его с черным и потом наверх мы будем добавлять более яркие оттенки для начала нам нужно сделать с вами градиент от вот такого темно лазурного синего до рыженького рыженького желтым даже давайте сейчас посмотрим наверное такой оранжевый добавлю им посмотрю как он будет на моей бумаге смотреться можно в него чуть-чуть вот сюда чуть-чуть желтого но переход все равно сделать через оранжевый вот так чтобы очень грязненький он не смотрелся дальше мы растушевываем вот так так выходим на синий кусочек такой он да довольно яркий получается я бы добавила таких красноватых моментов немножко справа чтобы цвет был не совсем зеленым таким и на вот этот лазурный во первых чуть плотнее его можно сделать сейчас посмотрю может быть вот такой мой нет этот синий нам не подойдет он светловат давайте сразу с черным затемним нижнюю часть сюда вот так вот поплотнее даже можно еще еще немного поярче и можно добавить капельку голубого просто чтобы более насыщенный цвет был посередине более такой яркий растушевываю снова так ищем чистый пальчик делаем переход то есть пока что все это без пены да просто покрываем цветом просто цветом покрыли что касается объем чекам мы можем черным поставить вот такие полосочки для начала которые будут нам намекать с вами на объем дальше можно взять более светлый например вот вот этот тот же синий чтобы показать поверхность песка да что она объемная что там есть фактура определенная от волн да как волна попадают сюда чтобы смотрелось естественнее чуть-чуть растушевали уже появилась у нас определенная фактура тут далее давайте мы все равно пойдем через темный я черным намечу примерно как пойдет участок пены здесь да то есть кусочки пены которые нас видны на берегу мы сразу их находим и заодно размещаем там темные участки ориентируйтесь на на солнышко чуть-чуть крупнее я сделала пену можете в принципе тоже и выделить вот здесь крупнее чтобы она была лучше прорисована у нас под камушком тоже все это идет вот так и вот здесь сама такая пена пена которая пена пена посередине вот она прям как раз фиолетовая я бы сказала поэтому сюда можете довольно такой понятный яркий фиолетовый добавить сейчас себе этот кусочек приближу чтобы прям прорисовать и оставляем светлый до обязательно чтобы красивые просветы были нашего желтенького и рисуем как идет пена у меня наверное чуть-чуть сейчас плотнее где то где нужно этот цвет фиолетовый но я добавлю на него наверх еще светлый да и будет будет то что нужно у нас будет объемчик как раз идем направо на участки которые по плотнее по темне причем обратите внимание по центру он скорее фиолетовый пена дам вы здесь цвет а по краям он больше такой синий можно сказать так вот и чтобы для красоты мы расставляем вот такие мелочи пока что когда один цвет это выглядит не слишком объемно но мы добавим туда и темный и светлый и будет то что надо давайте проследим как идет пена с правой стороны вот так вот она попадает даже где-то можно поплотнее сделать здесь правого краешка листа здесь конечно не совсем фиолетовый цвет на нам нужен первый какой-то слой и дальше мы сможем вот сюда уже подобавлять светлые оттенки так далее далее мы можем во первых сделать конечно затемнение то есть справа под всеми этими пенками например надо мы добавляем тень как она идет его чуть-чуть вот здесь уже растушевала такой как легкий до контур мы делаем так будет больше объем чека заодно потом можно больше синего добавить на участке который вот под скалой под горой под камнем на этом уровне потому что там все таки скорее какой-то синий чем фиолетовый вот так и тоже можно немножечко вот так вот примять чуть-чуть смягчить потому что это поверхность все таки от нас дальше находится и тут тоже да то есть немножечко немножко делаем мягче так и будем после этого добавлять с вами светлый чуть-чуть только вот береговую линию давайте я доработаю что пена начинается уже здесь где-то здесь уже идет опять какой-то долгий до сюжет получается я думала что как-то так быстро будет это на столько всего оказалось тут интересного да и так и не оставишь добавляю теперь светлый на вершинке скопление пены чтобы выделить но не слишком много потому что она все равно должна быть темнее чем вот этот желтенький да то есть какой-то очень светло голубой не надо добавлять вот так вот только по вершину рисунок самой пены можно чуть чуть четче сделать так так давайте дальше будем разбираться что нам еще не хватает с правой стороны тоже светлые участки на пене вот так свет да вот так вот попадает поэтому здесь будет посветлее сам сиреневый ну что ну что осталось нам в принципе чуть-чуть затемнение в середине и светлые блики уже с рыженьким со светлым а еще кстати знаете что забыли сделать тень от горы она будет какая-то знаете на какая-то коричнево-розовая что ли давайте попробуем сделать сначала чуть-чуть коричневого добавить я думаю должно быть нормально вот как то вот так она идет до чуть-чуть туда даже розового хочу добавить или сиреневого там прям какой-то фиолетовый оттеночек вот так будет ей вполне вполне достаточно я думаю и раз уж такое дело чуть-чуть краешки у волны потемнее насчет бликов давайте нашим ярким цветом будем делать здесь нужно найти те горочки в волны пену которую мы сделали и на нее добавить светлые блики я на самом деле сейчас так довольно хаотично добавляю но это все равно нам несет определенный блеск что хорошо смотрите какие руки на начиналось то все как чисто и вот дальше выбираем какие-то участки самые светлые расставляем такие вот точечки лучше всего делать разные по размеру без сильной симметрии какой-то да потому что в природе у нас симметрия не так много синий наверное сейчас слишком будет яркий я думаю можно легко с черным подчеркнуть вот эти формы то есть прям под светлом добавляете такие затемнения это будет уже нам говорить о нашей объемной пене вот этот кусок я бы еще немножко проработала и сейчас посмотрим как все это у нас выглядит передний план будет красиво можно чуть-чуть смягчить вот так вот растушевать прям более мягко можно его сделать до чтобы весь акцент был у нас вон туда на наше солнышко чуть-чуть вот так смягчаем можно пару последних штришочков да какие-то самые интересные волны почетче прорисовать просто чтобы были красивые силуэтики да вот этих волн и если добавляете то немножечко светлого для объема да мне кажется хорошо мы можно конечно бесконечно да этот объем чик делать чуть-чуть сейчас доделаем и остановимся с правой стороны немного синего потому что там у нас меньше света попадает до солнышко там будет цвет похолоднее и немного хочу еще лазурного добавить вот сюда вниз вот так да мне кажется очень неплохо пробежимся потому что у нас получилось небо кстати вот хотя нет ну я хотел сказать что можно было уплотнить потемнее сделать но так меня в принципе устраивает да все что мы хотели у нас получилось то есть наше яркое солнышко красивое светящиеся кстати говоря солнышке можете и немножко добавить но не сильно яркости вот сюда в отражение его вот так на рыжий прям поддал под солнцем то есть посерединке чтобы еще больше где-то было больше объем чека так вот теперь настоящее у нас свечение очень красивые сочетания до оттенков все эти мне нравятся как они смотрятся а тень наверно от нашей скалы от камушка немножко мягче вот так вот сделаем фух на что я думаю все таки будем с вами заканчивать если работу подписывайте ее можно подписать я вот даже подпишу правом нижнем углу что касается наших прекрасных уголков просто мы с вами вот так растушеваем тем более на пальцах все темное еще есть поэтому и это будет не проблема уголки вот так вот зато шивали закрасили все ну что отлично сегодня мы постарались я надеюсь что вам все понравилось если это был полезный урок пожалуйста поддержите меня поставьте лайк подписывайтесь на канал три раза в неделю выходит видео и мне было очень приятно сегодня с вами порисовать надеюсь вам тоже пока пока друзья